Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий. Похоже, что существует склонность все больше полагаться на алгоритмы по мере усложнения задачи, и этот эффект сильнее, чем склонность полагаться на советы других людей, говорит аспирант по информационным системам управления Эрик Багерт из Университета Джорджии. В экспериментах с участием 1500 человек добровольцам показывали фотографии и просили подсчитать на них количество людей. Они также могли принимать предположения от компьютерного алгоритма и выбирать из усредненных предположений других людей. По мере того, как размер толпы на изображениях увеличивался, и, следовательно, задача становилась все труднее, добровольцы стали все больше и больше полагаться на компьютерные оценки. Количество людей на изображениях варьировалось от 15 до 5000 человек. Исследователи говорят, что в данном случае нас может склонить к алгоритмам отчасти то, что это упражнение на счет, с которым компьютеры должны справляться очень хорошо. Это также тест, в котором явно есть правильный или неправильный ответ, а в тестах машина обычно куда лучше человека. Это задача, в которой люди считают, что компьютер будет лучше их, даже если алгоритм может быть предвзят и определяет людей хуже, чем наши собственные глаза, пояснила Аарон Шектер, исследователь информационных систем из Университета Джорджии. Исследователи стремятся подчеркнуть, что наше восприятие того, насколько точным будет алгоритм, очень важно, отчасти потому, что мы часто упускаем из виду лежащие в основе системы предубеждения и дискриминацию в результатах, которые предоставляет нам искусственный интеллект. Одна из распространенных проблем при работе с искусственным интеллектом, это когда он используется для выдачи кредитов или их утверждения, заметил Шектер. Хотя это субъективное решение, в нем много цифр, таких как показатели дохода и кредитный рейтинг, поэтому люди считают, что это хорошая работа для алгоритма. Но мы знаем, что зависимость от машин ведет к дискриминационной практике во многих случаях из-за социальных факторов, которые система попросту не принимает во внимание. И важность этих компьютерных решений в ближайшие годы будет только расти. Мы уже полагаемся на них, чтобы отсортировать цифровые фотографии, установить цены на товары в интернете и даже предсказать, чем закончится телешоу. Следующим шагом для команды, стоящей за этим исследованием, является анализ того, насколько мы доверяем алгоритмам, когда речь идет о творческих задачах и вынесении моральных суждений, от генерации художественного текста до установления размера залога для заключенных. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.